Интеллигент. Литературная газета. Главная статья 2015 год. Номер 3.4. 6494. 28 января 2015 года. Интеллигент. Интеллигент. Штрихи к портрету Станислава Лисневского. Колумнист Ильге. Рваное время. Литература Мнаца Конянь Сергей. Станислава Стефановича Лисневского я знал с начала 70-х годов ХХ века. Я был молодой поэт, по идеологической терминологии того времени, а он, уже известный литературовед, знаток русского серебряного века, а главное, страстный поклонник, исследователь и патриот великого Александра Блока, его поэтического наследия и блоковских мест Подмосковья. Тогда Станиславу было едва за 40. Помню, когда-то, очень давно, он подарил мне свою книгу «Путь», открытый взором, и я до сих пор храню ее в своей библиотеке. Это была первая подаренная им книга. Понятно, книга об Александре Блоке. «Впоследствии он не раз радовал меня своими подарками». При его активном участии был учрежден Блоковский праздник поэзии в подмосковном Шахматове, там, где когда-то находилась усадьба Александра Блока. Именно эта усадьба вместе с библиотекой поэта была начисто сожжена в революционные годы, сейчас точно не помню, но, кажется, в 1918 году. Соседи не любили Барина. Блок посчитал это исторической справедливостью. Он принял революцию всем сердцем гениального лирика России. Станислав занимался восстановлением Блоковских святынь, музея и дома Александра Блока. На шахматовском поле каждое первое воскресенье августа с начала 70-х он при содействии писательской организации Москвы собирал там народ, привозил известных писателей и поэтов и проводил День памяти любимого поэта. Однажды, насколько помню, примерно в 1975 или 1976 году, подмосковные власти хотели праздник прикрыть. Почему? Им не нравилось, что вдруг, непонятно зачем, по их мнению, на Блоковский пустырь приезжают тысячи людей, а приезжали именно тысячи, читают стихи, а после них остаются, естественно, мусор, пакеты от бутербродов, бутылки из-под лямонадов и так далее. Интересно, что на этих сборищах не пьянствовали. Люди приезжали культурные с целью почтить память поэта, а не просто расслабиться на природе. Что было со Стасиком, передать трудно. Он был в ярости, он краснел и бледнел. Он отправлял в обком КПСС гневные телеграммы. Подмосковный обком партии безмолвствовал. Начальники приняли решение и не хотели его отменять. Тогда Стасик решился на крайний шаг. Он отправил яростную телеграмму в отдел культуры Центрального комитета КПСС. В те годы это был бесстрашный вызов власти. И что бы вы думали. Его пригласили в ЦК, высказали свою поддержку в проведении праздника, но попросили больше в Центральный рулевой орган страны телеграмм не посылать. Однако дали указания чиновникам Подмосковья. С тех пор праздник Блока проводился на огромном поле шахматовой ежегодно. Я неоднократно участвовал в этом ярком событии. Сначала мы возлагали цветы к бюсту Александра Блока рядом со школой имени поэта, а потом направлялись на огромный зеленый пустырь. Читали стихи, говорили о поэзии Блока. Понятно, почему партийные власти Подмосковья уперлись и препятствовали проведению праздника. Это было абсолютно беспартийное мероприятие из тех редких событий в нашей партийной стране, где люди забывали об идеологии, о торжестве ленинизма и так далее. Здесь торжествовал Александр Блок, великий поэт России. Мне не раз довелось вместе с Лесневским побывать на этом празднике. Сегодня я вспоминаю как один из подарков моей тогдашней жизни, что я выступал здесь в разные годы вместе с Павлом Антокольским, Николаем Тарасовым, Михаилом Львовым, Лидией Лебединской, Николаем Глазковым и многими другими прекрасными людьми и вдохновенными поэтами в той давней и незабываемой жизни. Во время поездки на один из таких праздников наш автобус отогнали на обочину Волоколамки. В чем дело никто из милицейских чинов объяснять не стал. А вскоре мы поняли, что случилось. Дорогу освобождали для проезда нашего дорогого лично Леонида Ильича Брежнева. Скоро мимо нас пронеслась государственная процессия. Я подробно написал об этом в другом месте моих мемуаров, так что повторяться не буду. В итоге она скрылась в неизвестности. Давно нет коммунистической партии, нет даже Советского Союза, а вот Александру Блоку ничего не делается. Словно он был и будет всегда. Конечно, пока есть русский язык. Но человечество в своей истории не раз наблюдало уходы не только великих империй, но и великих языков, от которых оставались только обожженные глиняные дощечки с непонятными знаками. Я пишу эти строки после того, как Стас неожиданно ушел из жизни. За то время отстоялась печаль прощания и словно проявились штрихи и неизгладимые в памяти подробности встреч с этим замечательным человеком. В 2013 году Блоковский праздник еще имел место. Не знаю, будут ли его проводить после смерти бессменного его энтузиаста и организатора. Правда, там давно восстановлена усадьба Блока, работает музей поэта с положенными дирекцией и сотрудниками на гособеспечении. Будут ли они проводить такие массовые встречи? Посмотрим. Я называю в своих воспоминаниях Станислава Стефановича Стасом и даже Стасиком. Так я обращался к нему и в жизни. В этом нет фамильярности, только горечь, что его не стало. Он ушел из этого неласкового мира на 83-м году жизни. А незадолго до этого умерла его любимая жена Валентина. Я был с ней знаком. Это была очень приятная и интеллигентная женщина с хорошим добрым лицом. После ее смерти Станислав выпустил буклет, посвященный любимой жене. Дело в том, что в течение больше 20 постсоветских лет он держал издательство «Прогресс Плеяда». Это был отколовшийся от когда-то знаменитого государственного издательства «Прогресс» его культурный осколок. Второй осколок назвался «Прогресс классика». Были еще какие-то образования после смерти великого советского издательского предприятия. Но не о них речь. «Прогресс Плеяда» издавала культурные книги. И книги замечательные. Станислав Стефанович был здесь и директором, и главным редактором, и основным, скажем так, научным сотрудником. Здесь он затеял издание полного собрания сочинения Александра Блока. Он не успел осуществить свой замысел полностью. Но и успел выпустить такие тома, как все стихи Блока в одном томе, в одном же томе стихи о прекрасной даме. В рамках этого издания он выпустил переписку Блока и Андрея Белого. Также он издал несколько сборников материалов о Блоке и Клеве. Книги, которые он издавал, продавались в магазинах, но своему близкому окружению Стасик щедро дарил прекрасные и ныне редкие издания. «Трехтомник Осипа Мандельштама» – это, конечно, лучшее собрание всего написанного Осипом Емельевичем из всех изданных у нас из-за бугром в давние советские годы. Лесневский подарил мне уникальную книгу, тоже изданную им. Это «Медный всадник» Александра Пушкина со всеми его вариантами и репринтным воспроизведением гениального творения справкой и пометками царя Николая I, личного цензора Всероссийского и Общесоветского. Минус именно так Пушкин позиционировался в далекие годы – гением. Всех книг не упомянешь, тем более мне уже довелось написать о нескольких подаренных Стасом книгах. В моей жизни был период, когда я общался со Станиславом Лесневским еженедельно в течение двух лет. Дело в том, что он с Александром Межировым вели творческий семинар на высших литературных курсах, где я был курсантом в 1981-1983 годах. Но об этом периоде своей жизни я подробно написал в своем мемуарном ССС 7 этаж, так что повторяться не буду. Однажды мы разговаривали о литературных проблемах, в частности о псевдонимах, и он неожиданно сказал «Так ведь и моя фамилия, когда-то взятый семейный псевдоним, минус и он внятно разделил свое имя на две части, минус вот, послушай, Лесневский». Как раз тогда я примирялся к различным возможным псевдонимам для моей новой прозы. Может быть, наш разговор и подтолкнул меня к окончательному выбору нового имени. Часто встречались мы и на книжных ярмарках, как на ВВЦ, ВДНХ, так и на ярмарке интеллектуальной литературы в Доме художника. Там в течение многих лет он выставлял стенд своего издательства «Прогресс Плеяда». Иногда я его там не заставал, за стендом хлопотала его жена Валентина. Она каждый раз спрашивала, «Вам что-то понравилось из наших новинок?» Станислав просил, чтобы я не жалела, если вы что-то попросите. Иногда я и в самом деле что-то просил, но обычно Станислав сам дарил мне новинки своей Плеяды, по-моему, испытывая в момент дарения огромное удовольствие. Я присутствовал на банкете по случаю его 80-летия. Это происходило в холле нашего когда-то общего ЦДЛа, между вестибюлем, стеной малого зала и входом в уже не наш ресторан. Думаю, гостей было человек сто. Я оказался за столом рядом с Женей Енадью Рейнами, Игорем Волгиным и кем-то еще из старых знакомцев. Говорилось много речей, было выпито невообразимое количество водки. Выступающих было так много, что я даже не стал просить слова. Честно говоря, бесчисленные словословия бывают весьма утомительны. Всю церемонию празднования своего 80-летия вел сам Лесневский. Он был крепок, провел на ногах около микрофонов не меньше трех часов. Станислав Стефанович был невысок ростом, в старости стал несколько медлителен, у него были правильные, немного одутловатые черты лица, но это придавало ему некую вельможность, как на старых парсунах. 18 века, и я иногда думал, что орденская лента на груди с крупным знаком, усыпанным бриллиантами, была бы ему к лицу. Уходя, я пожелал моему прекрасному знакомцу, которого я знал почти 40 лет, доброго здоровья и добавил. Знаешь, Стас, я сегодня не выступил, но надеюсь сказать о тебе, когда будешь отмечать 90-летие. Он оценил мою дружескую шутку и заулыбался. На прощание обнялись. К сожалению, мое пожелание не сбылось. Станислав Стефанович ушел из жизни через три с небольшим года. За несколько дней до этого я позвонил ему на мобильник и понял, что дело плохо. Он меня узнал, но в трубке в ответ раздавался только тяжелый хрип. Говорить он уже не мог. Родился Стас Лесневский 4 октября 1930 в Оренбурге, а умер 18 января 2014 года. Прервалась жизнь одного из самых культурных людей России. Боюсь, таких истинных интеллигентов уже не будет в новой российской действительности, где почти никого не волнуют черновики «Медного всадника» и уникальные издания Александра Блока. Теги, литературный процесс, Станислав Лесневский